1 июля 2010 года на лентах мировых информационных агентств появляется сообщение. Российский математик Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, окончательно отказался от премии Тысячелетия. Поступок вызывает недоумение, ведь награду он заслужил честно, блестяще одолел задачу, которую сто лет не могли решить величайшие умы математики. К тому же к премии прилагался миллион долларов. И в истории математики никто еще не отказывался от таких денег. Никаким другим способом Перельман не смог бы привлечь большего внимания к себе, математике и гипотезе Пуанкаре как именно своим поведением. Образ странного математика из Петербурга растиражирован в прессе. И взгляд на этого человека не оставляет сомнений. Он беден. Так почему золотой дождь из денег ему не нужен? Где логика? Вопрос, что же важнее славы и денег, так и остается без ответа. Попытки найти его у самого Перельмана тщетны. Я то, что хотел сказать, я сказал уже. Я понимаю, что вам непонятно. Всего хорошего. История очень необычная, потому что Перельман такой необычный человек. Это придает всему сюжету романтический элемент. Ее будут рассказывать и пересказывать в течение многих лет. Разгадав одну из математических загадок тысячелетия, Перельман сам становится загадкой. Он много лет молчит. И молчание его значительно. Может от того, что за всем ажиотажем вокруг его миллиона, неясным остается главное. Кто этот человек? И что именно случилось с ним в математике и в жизни? Мир состоит из потребителей. Это нормально. Для миллионов людей знакомство с математикой закончилось в школе. А цифры придуманы, чтобы не ошибиться в сдаче. Что мы получим на сдачу от великих математических открытий, нам думать некогда. Это знаете, как у нас говорили, вот теория чисел, ну что это вообще? Вдруг оказалось, что все, на чем мы сейчас живем, мобильники, компьютеры и так далее, там всюду засажены эти теоретико-числовые коды. Это все базируется на каких-то результатах старых, часто 19-х, а иногда и более современных. Вы знаете, например, что когда вы все эти карточки в банкомат, используются довольно серьезные математические теоремы. Данные шифруются, значит, и вот для этого используются очень серьезные вещи, которые были изобретены вовсе не для этого, а просто так. Но вдруг безмятежный лагерь потребителей поражает смятение. История с Перельманом порождает бум интереса к математике. Впервые становится любопытно, а что даст всем нам решенная Перельманом задача? И за что гипотезу Пуанкаре оценили в такие деньги? Президент Французской Академии Наук Андрей Пуанкаре был благороден, корректен в спорах, равнодушен к славе. Отличный математик, он утверждал, что геометрии нового века нужны интуиция и вдохновение. И строго чтил этическое поведение в науке. Свою гипотезу Пуанкаре записал в 1904 году. Сто лет она была головоломкой, оставленной коллегам в наследство. Объяснить обычному человеку суть геометрической загадки Пуанкаре довольно сложно. Из-за истории с Перельманом за последние 10 лет сделать это пытались не раз. В ход шли наглядные примеры. Чашки, бублики, мыльные пузыри и апельсины. Во время этого шума, значит, столько было здорово по этому поводу, что просто ни в сказке сказать, ни в первом поводу. Там были попытки объяснить гипотезу Пуанкаре, а химия, словно. Просто ни слова правды. Его гипотеза, на мой взгляд, она такого характера, что он изучал вот наше имеется пространство, в котором мы живем. Мы пытаемся выделить его существенные свойства. И он начинает описывать их свойства. Это очень непросто. Математику нельзя так просто объяснить. Потому что она построена так же, как нельзя объяснить чужой язык. Вы не можете в двух словах объяснить такой китайский язык, а человек, который не знает. Надо годами его учить. Так что мы можем долго развлекаться, мысленно превращая чашки в бублики и стягивая земной шар в точку. Но гипотезы Пуанкаре и тайны пространства не станут нам ближе. У математиков другой космос. Они знают, кто одолеет гипотезу Пуанкаре, приблизится к главной загадке математики и физики. Какой формы может быть Вселенная? Принять другого способа описания мира, кроме математики. Либо это общие слова, либо это математика. Без греча этого могло еще сто лет так остаться. Но пока пикантность ситуации в том, что даже не все математики могут до конца понять силу его мысли. В России была потрясающая математическая школа, которая создала Перельмана. Если бы не было этой школы, не было Перельмана. Это было поколение математиков, в которых он взаимодействовал, у которых он учился. Гриша Перельман родился в 1966 году в стране с великой математической школой. В стране Лобачевского, Ковалевской, Калмогорова, Чебышева. Его родители, люди не чужды и точным наукам, к большим высотам не стремились. Но детям Гриша и маленькой Лени привить любовь к математике считали делом чести. Впервые, так сказать, я услышал о Дрише от известного в свое время профессора Матмеха университета Натансона. Натансон сказал, что у его бывшей студентки Любы растет ребенок, который, по словам мамы, кажется, увлекается математикой. И вот посмотрел бы ты, Сережа, на него. Мама была уверена, что математика идеально подходит для ее сына. И дело не только в гришных пятерках. У ребенка был необычный характер. Он был упрям и безукоризненно честен. Едем в метро в сторону Купчиной. Гриша немилосердно потеет. На нем завязанная на тесемочке меховая шапка с опущенными ушами. Гриша, жарко, ты ж потеешь и развяжи шапку. Нет, я обещал маме не развязывать, значит, не буду. Гриша был, безусловно, искренне и безукоризненно честен. Математика устраивала его всем. Одиночеством, сложностью, честностью правил. Вот есть задача. А дальше? Решил, не решил. Ничья невозможна. Победитель забирает приз. Это аксиома. Но эта аксиома рассыпется, когда однажды жизнь в одно уравнение поставит великую задачу, амбиции, ложь и миллион долларов. И будет эта история совсем не про математику. А началась она в тот день, когда он сел в самолет, летящий за океаном. В сентябре 1992 года Григорий Перельман прилетает в Нью-Йорк. Его ждет стажировка в известном математическом институте Куррента, Нью-Йоркского университета. Далее командировка в Калифорнию, в университет Беркли. За его плечами идеальный старт в науку. Элитная школа. Диплом с отличием Ленинградского университета. Аспирантура. Штатная единица в лучшем научном математическом институте страны. Но в этой логически выстроенной жизни в начале 90-х происходит сбой. Большая страна рушится. В России настаёт время политических перемен и экономических передряг. До науки дела никому нет. Для неё начинается чёрная полоса растерянности и безденежья. В конце 80-х годов у нас был институт в лучшем мире, наверное. У нас было на 110 сотрудников 70 докторов наук по всем специальностям математики. Любой вопрос по математике, статью там, что-нибудь. Всегда можно найти человека, который объяснит. Так вот из этих 70 примерно 40 уехало. Представляете, какая потеря? Голод идеи для молодого математика страшен. И тогда на помощь приходит Михаил Громов. Надо на время вызвать Гришу на запад. Работы Перельмана здесь известны, талант тоже. Косов все восхищались, что вот он решал задачи, которые никто не мог решить. Он пока он работал, решил 3-4 задачи, над которыми люди думали по 20-30 лет. Григорию 26 лет. И он ещё не знает, что это бегство от проблем навсегда изменит его жизнь. А пока жизнь снова входит в логическую колею. Скромное жильё, аскетизм во всём, шум Манхэттена его занимает мало. Мне не удалось выяснить, собственно, был ли он в художественных музеях. Это вроде как не очень дорого в Америке. Или были ли у него какие-нибудь американские впечатления. Он поехал туда заниматься наукой и занимался. Он выглядел вдумчивым, рациональным человеком и никогда не зависел от мнений окружающих. С людьми Перельман сходится трудно. И молодой преподаватель из Китая Ганг Тян – исключение. Раз в неделю они берут в аренду машину и едут в Принстон или университет Стоуни-Бру слушать лекции лучших профессоров. Одна из таких поездок в Принстон даёт неожиданный результат. Он знакомится с известным геометром Ричардом Гамильтоном. Возможно, именно в этот момент история связала их имена в единый математический ряд. Хотя всё было будничным. Так, короткий разговор после лекции о потоках Ричи и феномене непрерывности пространства. Гамильтон повёл себя как искренний, заинтересованный в истине математик. Он общался с Гришей и рассказал ему всё, что знал на эту тему. Рассказал и главное. Он на пути к разгадке гипотезы Пуанкаре. Серьёзный математик Перельман о гипотезе Пуанкаре, конечно, знал. Но был ли к ней интерес? Возможно, именно эта встреча с Гамильтоном становится для него решающей. А между тем, проходит ещё три года. Стажировка в Америке у молодого математика складывается удачно. Несколько престижных университетов предлагают остаться. Шансы для карьер блестящие. Похоже, он допускает такую возможность. И подходит практично. Учит язык, получает водительские права. Но в один из дней Перельман встречает новую научную статью профессора Гамильтона и понимает, что в решении знаменитой задачи тот зашёл в тупик. Он пишет ему письмо. Кажется, я понял, как идти дальше. Ответа нет. Это сигнал к тому, что в игру можно вступать. Он обрывает все договорённости и берёт билет домой. У него была совершенно чёткая, если сейчас понятно. Он хотел 7 лет покоя. И здесь бы он такого покоя не получил, чтобы сидеть, не ходить на работу и заниматься. Так, и кроме того, у него было некие сбережения американские, он мог на ней жить. И он хотел на много лет задуматься. Всё вполне резонно. И он поехал в Россию, где ему никто не мешал. Он возвращается в Петербург и окунается в ворох семейных проблем. Отец оставил семью и теперь живёт в Израиле. Сестра учится на родном матмехе в университете. Но скоро тоже уедет в Израиль, в аспирантуру, а далее жить и работать в Стокгольм. Они остаются с мамой вдвоём. Каждый в своей квартире, в домах по соседству. Но это одиночество сейчас для него спасение. Теперь смысл его жизни – задача. Самое трудное из тех, что ему до сих пор приходилось решать. Идея одолеть то, что не под силу другим, не даёт покоя. К тому же он лучше других знает свою силу. Они все слабее на много чего. Гриша очень сильный человек в математике. Он сильнее всех на голову. Он суперсильный. Математика не любит вундеркиндов. Умение решать задачи растёт с годами. Грише было 12 лет, когда он пришёл сюда. В знаменитый математический кружок Ленинградского дворца пионеров. Здесь соперничество мальчишек стало для него первым серьёзным испытанием. В пятом, шестом, седьмом и восьмом классе целых 4 года номером один в городе был совершенно другой человек. Будущий одноклассник и однокружковец Гриши – Алик Левин. Вот Левин был на голову сильнее всех остальных. Потому что то, на что Грише требовалось, скажем, условно час работы, Алик делал за 15 минут. Вскрыть амбиции подростка, растормошить его чистолюбие, Может только мощный стимул. И таким стимулом становится провал. Вот у Гриши стимулом явились его две или, может быть, три Житейских неудачи, которые произошли с ним в восьмом классе. Во-первых, Гриша провалился на городской олимпиаде. Он получил всего лишь вторую премию. Я уговорил пустить его на отбор команды на всесоюзную олимпиаду. И Гриша попал на всесоюзную олимпиаду. И там тоже провалился и получил снова вторую премию. Это его крайне раззадорило. И через полгода он был уже не только в городе, но и в стране номером один. Так в 15 лет он разучился проигрывать. Впереди годы безусловных побед над самим собой. Поступление сюда, в лучшую физмат-школу Ленинграда. Победа. Слава сильного решателя задач. Победа. 42 балла из 42 возможных. Редчайший случай на олимпиаде в Будапеште. Победа. И где в математике для него предел сложности, педагоги не знали. Вот именно эти качества ему понадобились для того, чтобы потом 8-9 лет заниматься гипотезой Панкаре. Долгое время концентрироваться на проблеме, которая не получается. В конце мая 2000 года американский математический институт Клея объявляет о создании списка задач тысячелетия. В нем 7 задач, решения которых не найдено много лет. Ученым они и раньше были знакомы. Но теперь за решение каждый американский богачий филантроп Лэндон Клей, это его имя носит институт, обещал миллион долларов. Идея была благородной. Поощрить умнейших математиков планеты. Я не очень одобряю эту инициативу института Клея. Это манера немножко похожа на манеру шоу-бизнеса. Объявить миллионные премии. Жизнь показала, что с этой премией все время какие-нибудь приключения. Гипотеза Пуанкаре в списке тоже есть. Но эту новость Перельман принимает спокойно. Уже 5 лет все в его жизни подчинено решению именно этой задачи. Выходы на работу – редкость. Прогулки по городу и концерты классики в филармонии – отдушина. И то, что теперь за задачу обещана большая награда, для него ничего не меняет. Он чувствует, что близок к разгадке. Это гораздо интереснее и важнее любых наград. Впереди главное – решение. Я могу с другой примером, как приходят математические идеи. Когда у вас на какую-то тему вдруг вы вспоминаете анекдот. Вот так. Это не память, правда, что у вас в нужный момент, а вы вспоминаете. И вот так математика. Это невероятное эмоциональное напряжение. И когда что-то удается, когда вот в голове вспышка, да, вообще это описывалось. Панкаре, кстати, писал это про науки. У него там есть глава, как он там одной ногой там встал на ступеньку трамвая, и вдруг его как-то там осенило. 11 ноября 2002 года Перельман набирает адрес сайта Лос-Аламосской научной лаборатории. Крупнейшего бесплатного архива электронных публикаций научных статей. Его работа закончена. Формула энтропии для потоков Ритчи и ее геометрические приложения. 40 страниц английского текста. Он ставит имя, Гриша Перельман, и отправляет письмо. И эта новость взрывает математический мир. Мы не встречались с ним очень давно. Много лет, примерно с 95-го года. С тех пор, как он вернулся в Россию. И было большим сюрпризом получить от него письмо. Я уже хорошо знал Перельмана и сразу понял, что это не тот случай, от которого можно отмахнуться. То есть можно сказать, что я знал об этом уже на следующий день. Мне об этом сообщил Ричард Гамильтон. У нас была рождественская вечеринка в декабре 2002 года. Гамильтон сказал, что один исследователь поместил статью про потоки Ритчи, утверждая в конце, что он доказал гипотезу Пуанкаре. И ясно, что автор достаточно серьезен. В течение года Перельман отправляет на сайт еще две части своей работы. Его поступком коллеги озадачены. Во-первых, доказательство было необычно коротким, почти тезисным. Во-вторых, рассылка припринта в интернете не имела статуса официальной научной публикации. Автор будто заявлял, вот мое решение задачи, остальное мне неинтересно. Факт размещения статьи только в интернете мог говорить о том, что автор сошел с ума. Но вы сразу видите, что это серьезная математика, изложенная логически адекватными выводами. Это был не какой-то чудак. Часто бывают чудаки, заявляющие о решении проблемы Пуанкаре. Но в этом случае мы имели дело не с чудаком. По своему опыту общения с Гришей я знаю, что он часто себя недооценивает, не только в математике, но и в жизни. Он склонен существенно занижать эти оценки. Другой на его месте действовал бы иначе и широко возвестил о своих достижениях, опубликовал бы все в деталях. Но Гриша так не поступил. Первая реакция у всех одна. Надо срочно встретиться с Гришей и задать ему массу повисших сейчас вопросов. Я написал ему и пригласил в Штаты прочесть серию лекций для подробного объяснения своей работы. Он немедленно согласился. Немедленно. И в 2003 году Перельман снова почти на год летит за океан. Прочитать лекции приглашает лучшие университета США. Услышать их собирается толпа. Съезжаются светилы математики. Не пускают только журналистов. Уже тогда Перельман запрещает себя снимать и записывать. Он был резок с теми, кто хотел записывать его лекции. Я помню, на одной из лекций в Стоуни-Брук один из студентов положил перед собой диктофон, когда Гриша собирался начать лекцию. Он произнес пару фраз, затем увидел диктофон и спросил, что это? Студент объяснил, что это диктофон, чтобы записать лекцию. Но тот сказал, нет, нет, нет. Здесь была такая немножко приподнятая обстановка. Собралось очень много людей. Уже знали, что он заявляет решение проблемы Панкры, но он ничего такого на докладе и не сказал. Потому что он рассказывал то, что он считает наиболее важным. А наиболее важным он считал то, что он описывает потоки речи. А это такое мелкое приложение. Он его даже не упомянул. Все так и было. Зал был раздавлен повисшей тишиной. Это была не гипотеза Панкры, а нечто большее. Он говорил и открывал новые двери в геометрии. А гипотеза оставалась лишь частным случаем, который он решил буквально по дороге. Будто просто пожал Панкры руку и пошел дальше. Это было невероятно. Когда Перельман решил эту задачу, может быть, только он понимал ее значение. Сейчас, через несколько лет, ее понимает уже несколько человек. Перельман не любит повышенного внимания, но сейчас среди коллег ему комфортно. Впрочем, единственное, что достойно разговора – математика. Все остальное не для него. Я помню, наше приятное общение проходило так. Он приходил утром ко мне в офис. Мы беседовали несколько часов, потом гуляли. Он очень любит ходить пешком. В одной из суббот я пригласил его на ланч. Следующим днем было воскресенье, а он с матерью остановился в Бруклине. Он спросил меня, а кто будет на ланче? Я ответил, что буду я, моя жена, дочь и сын. Тогда он сказал, нет, нет, я не смогу прийти. Думаю, что если бы там были Гамильтон и Громов, то он бы сказал, хорошо, я подумаю об этом. Но именно с Гамильтоном до самого отъезда в Петербург Григорию так и не удалось поговорить. Гамильтон на лекциях был, но к Грише не подошел. Что было тому причиной? Ревность, обида, неверие? Кто знает. Ему снова предлагают остаться в Америке. Но он снова возвращается в Петербург. Если для самого Перельмана гипотеза Пуанкаре перестала быть гипотезой, то для математиков работа только начиналась. Открытие требует серьезной проверки, доказательства, доказательства. На это могут уйти годы. Видите, в чем дело. Эта проблема имеет очень длительную историю неверных доказательств. И были десятки неверных доказательств. Поэтому все были исключительно поразительны. И в этом доказательстве очень легко было сделать ошибку. Мы ежедневно получаем письма от людей, которые уверяют, что решили одну из проблем, или все проблемы, плюс проблему Ферма. Все это, как правило, не выдерживает никакой критики. Перельман же был известен как превосходный математик, и люди сразу стали стремиться понять, что же он сделал. Знаете, если человек был 7 лет, то не может за 2 дня понять. Если он был 7 лет. Правда? Часовой механизм был запущен. Теперь оставалось только ждать. Либо провала, либо славы. Над проверкой решений начинают работать лучшие математики. Основное бремя доказательств берут на себя две группы экспертов. В одной – математики Брюс Клейнер и Джон Лотт. В другой – доктор Морган, который сам немало лет посвятил решению этой задачи. И профессор Ганг Тян. По сути, именно они расшифровали, проверили и дали комментарии ко всем тезисам Перельмановской работы. Это был титанический труд. Ведь не каждый ученый обладал достаточной суммой знаний в разных областях математики, чтобы понять его доказательства. Путь, которым он этого достиг, не был им придуман. В 1975 году этим занялся Уильям Терстон. А затем Ричард Гамильтон создал инструмент, который потенциально мог помочь в решении этой проблемы. Перельман играет смело. В своем наказательстве он соединяет разные области математики. Потоки речи Гамильтона, проблему геометризации Терстона, геометрию пространства академика Александрова. Такую свободу ему дает уникальная широта знаний, которой всегда была сильна именно русская школа. Он прошел место, в котором застрял Гамильтон. Одно это было грандиозно. И вот что интересно, что Гамильтон сказал, что если бы он знал те теоремы, которые знал Перельман, а Перельман их знал, потому что он учился здесь, он бы тоже, наверное, лучше продвинулся. В этом институте на Фонтанке он проработал 15 лет. Маленький кабинет, окно во двор, непременная доска и мел. Здесь учился у лучших геометров страны. Александрова, Залгалера, Бурага. Здесь решал задачи, думал, спорил с руководителями, менял лаборатории, писал ненавистные отчеты вот так, коротко и неохотно. Вот отчетик его. Публикации в журналах не было. Припринты в архиве. Но в декабре 2005 года Перельман неожиданно для всех подает заявление об уходе. Ну, прямо вот здесь идет у меня листочек бумажки. Прямо около этого стола. Я говорю, Гриша, а вы хорошо подумали. Давайте это заявление я положу, оно будет лежать, и вы его возьмете. Мы не будем его в ход пускать. Нет, я хорошо подумал, Гриша ответил. И дальше я ему спросила, Гриша, а знает ли мама о том, что вы увольняетесь? Нет, мама не знает. А зачем ей знать? Знает сестра. По-моему, главный мотив был такой, что он не только увольняет сеструк, но хочет вообще оставить математику. В это трудно поверить, но Перельман настаивает. С математикой покончили. Разговор о ней он обрывает резко. Круг коллег, с которыми он еще продолжает общаться, сжимается, как шагреневая кожа. Но что это, каприз гения? Или отчаянный шаг усталого человека? Если поверить, он никогда не врет, то он математику бросил и никогда к ней не вернется. По крайней мере, так он сам говорит. Но при этом я не знаю, способен ли его мозг. Может быть, он выжат, как губка в пустыне Сахара до последней капли воды. Ясно, что такого второго подвига уже, может быть, даже не будет. И поэтому очень часто, есть другие примеры, а математики просто уже ничего не делают после таких замечательных достижений, потому что, ну, сгорели внутренне. Между тем наступает новый 2006 год. Год его 40-летия. И судьба готовит ему главный подарок и главный кошмар его жизни. Мировое признание. Журнал Science называет доказательства теоремы Пуанкаре научным прорывом года. Британская газета Daily Telegraph ставит Перельмана на девятое место в списке ста ныне живущих гениев планеты. Но бомбой 2006 года становится статья в журнале New Yorker. Ее авторы, два известных журналиста Сильвия Назар и Дэвид Грубер, выносит на свет сенсацию математического закулисья. У Перельмана хотят отобрать победу. Они называют имена и факты. Статья вызывает споры и иски в суд. Но отмахнуться от нее нельзя. Сильвия Назар противник серьезной. Ее перу принадлежит бестселлер Игры разума. А лауреате Нобелевской премии по экономике Джонни Нэши, знаменитой математике, доказавшим не менее знаменитую теорему Риммана. Когда в Голливуде сняли по этой книге оскароносный фильм, Нэш стал звездой далеко за пределами Принстона. Героем этой статьи журналисты делают Перельмана, антигероями видного китайского математика профессора Яо Шентана и его учеников. Авторы проводят расследования и утверждают, Группа профессора Яо тоже работала над гипотезой Пуанкаре и теперь пытается убедить математическое сообщество в том, что Перельман ничего не открыл, а дал еще одну версию. По мнению Яо, общий вклад в открытие выглядел так. 50% задачи решил Гамильтон, Перельман 25%, китайские математики 30%, 105% на троих. Забавная арифметика. Но главное, право на первенство в окончательном решении задачи Пуанкаре Яо оставлял за собой. Перельман оскорблен. Мир математики прогнил. Из него ушла этика. Все можно купить, продать, украсть. Он сказал, что математика становится продажной, как и все общество. Дело в том, что Перельман в каком-то смысле верил в истину, что математика и люди, сообщество, которое ею занимается, в чем-то лучше, честнее, порядочное, чем остальной мир. И в это же время приходит новость. Международный математический союз присудил Григорию Перельману премию Джона Филдса. Но теперь даже этой заслуженной золотой медали Перельману не надо. Гриша затаил обиду не только на международное, но и на российское математическое сообщество. Потому что никто среди этих людей не попытался с его точки зрения восстановить справедливость в том виде, в котором ему казалось. А ведь это тот редкий вопрос, в котором Гриша, безусловно, прав. В августе 2006 года на церемонию награждения в Мадрид приезжают 3000 математиках. Надежда увидеть на ней Перельмана еще есть. Ведь вручать золотую медаль согласился сам король Испании. Я вручаю, что доктор Перельман прекратил, чтобы принимать медаль. Но случается скандал. Король приехал, Перельман нет. Гриша не пытается устраивать мир под себя. Он просто отчекает общение с теми кусками этого мира, которые ему не нравятся. В вопросах этики Перельман болезненно щепетилен. Он воспитан на том, что математика не просто королева наук, а самая нравственная наука. На этом стоял его учитель, академик Александров, утверждавший в конце жизни «меня не интересует геометрия, меня интересует нравственность». Тут много вещей. Например, критерий истинности. Для математиков все-таки есть очень четкие критерии, что верно, что неверно. Тоже, конечно, относительно, но тем не менее это считается очень важным. Люди не могут фальсифицировать истину, потому что тогда они уже перестают быть профессионалами. В Перельмане продолжает раскручиваться пружина внутренних обид. Он становится все более нетерпим и замкнут. Клейнер и Лот послали Перельману одну из первых версий проверки доказательства с пометкой «Не хотите ли вы взглянуть на нашу работу? Может быть, мы что-то упустили, может, изложение слишком сложное?» Он ответил, что не хочет читать их работу. Мы послали ему нашу книгу. «Может быть, у нас не было правильного адреса, но конверт вернулся нераспечатанным». Просто очень упрямый, я бы сказал. У него есть некое упрямство, и какие-то идеи вот его одолевают, он начинает продвигать. И это замечательное качество, именно без него бы он не доказал свои теоремы, да. В семь лет, на одном фиксироваться, надо быть очень упрямым. Но потом, когда он кончил это делать, его упрямство, ему некуда девать, так я понимаю. Вот оно стало просто упрямым. После четырех лет работы в 2006 году группа экспертов, наконец, дают окончательное заключение. Доказательства теоремы геометризации верны. Их автор Григорий Перельман и никто другой. Это означает, что Перельман достоин главного приза на миллион долларов. Теперь слово за институтом Клея. С тех пор, как Альфред Нобель из-за ревности и личных обид вычеркнул математику из списка своих премий, математики будто сговорились, что считать деньги не их дело. Так, премия канадца Джона Филдса давно сравнима по престижности с Нобелевской. Но ее денежная часть невелика. 15 тысяч канадских долларов. Это очень приятно. То есть это как-то вот одна безусловная польза, скажем, от Нобелевских премий или Филдских медалей, что это как-то поднимает интерес общества к науке. То есть в этом смысле это как бы хорошо. С годами награды дорожают. Несколько лет назад в Норвегии выдающимся математикам мира стали вручать премию имени Нильса Абеля. Тоже почти миллион долларов. Гениальный Михаил Громов ее лауреат. В отличие от Нобелевских премий математики довольно плевать на это хотели. То есть, конечно, приятно, деньги получите там. Не скажу, что это неприятно, но это никак не влияет на движение. Ну, просто так, я бы думаю, удобно жить, что вы не думаете о деньгах. Если там потеряли очки, пошли и купили другие. Что-то регулярно, что-то происходит. Здесь, в уютном Кембридже под Бостоном, в институте Клея и сейчас хранится элегантный кусок стекла, наделавший столько шума. Вот он, неполученный Перельманом, приз тысячелетия. Это формула гипотезы Пуанкаре. Математики, как и поэты, стремятся свести многие ситуации к нескольким тщательно отобранным словам. Новость о том, что Перельману должен достаться миллион, разлетается мгновенно. Случается массовое помешательство. И к такому повороту событий он оказывается не готов. Его караулят у дома, обрывают телефон. О нем сочиняют песни, стихи, анекдоты. В свет выходят сбитые наспех книжки из его биографии и фальшивые интервью. Какая разница? Нужна сенсация. Эта вакханалия небылица слухов вокруг Перельмана не утихнет и через годы. Но тогда за всем этим шумом никто не обращает внимания на его редкие ответы назойливым журналистам. Мне нечего вам сказать. А ведь он абсолютно честен. Все обсуждают пустоту. Никакого официального решения самого института Клея о присуждении премии тысячелетия нет. И эта пауза затягивается еще на 4 года. Только в 2010 году здесь, в зале с окнами на Гарвард, решение о присуждении Перельману премии тысячелетия принимает специальный совет. Случайных имен в нем нет. Уильям Торстен, сформулировавший гипотезу геометризации частным случаем, который является гипотезой Пуанкаре. Стивен Смейл, доказавший несколько лет назад правоту гипотезы Пуанкаре для пятимерного пространства. Брюс Клайнер, Джон Морган и его соавтор Ганг Тян. Миша Громов, один из выдающихся геометров и великих математиков нашего времени. И так, теперь решение есть. Но бурной радости оно у Перельмана не вызывает. За окнами весна 2010 года. И не надо быть великим математиком, чтобы подсчитать. На все споры, доказательства, скандалы и решения ушло в 8 лет. Это больше, чем он доказывал свою теорему. Но от него снова ждут ответа. И на этот раз он с ответом не спешит. Я это еще не решил. Первым об этом узнает Шут Клея. И вот что удивительно, Гриша же впервые всерьез задумался не принять ли ему премию. Он действительно в этом году думал. Если раньше вариантов не было, было понятно, что он откажется от премии Европейского математического общества, что он откажется от медали Филса. В этом году он как никогда всерьез думал принять премию или нет. То есть тут были хотя бы какие-то раздумья. И мама по телефону подтвердила, что Гриша думает. О чем он думал почти 100 дней, наверняка не знает никто. Но, возможно, главная причина его сомнений – Гамильтон. Мы сами, когда в конце концов стали прислуживать в нашем сообществе, мы тоже считали, что Гамильтону надо сдавать Гамильтону и переймать вдвоем. Так, спустя 15 лет, Перейльман хочет отдать долг Гамильтону за тот короткий разговор в Америке о потоках Ричи и гипотезе Буанкаре. Для него это дело чести. Но Перейльман четко говорит, всегда говорил, что вклад в Гамильтону очень значительный. И я думаю, что без Гамильтона действительно было бы трудно пробиться в этой задаче. Гамильтон удивлен. Он не помнит той встречи. К тому же делить премию невозможно. Странно, что Перейльман вдруг сам отвергает главное этическое правило математики. В математических открытиях такого уровня вы всегда используете предыдущие результаты. Но математическая социология такова, что приз достается тому, кто пересек финишную черту. Но правила соблюдены. Изменить решение Совета невозможно. И 1 июля 2010 года Перейльман наконец прерывает молчание. И называет причину отказа. Главная причина это несогласие с математическим сообществом. Мне не нравится их решение. Я считаю их несправедливыми. В июне 2010 года в Париже проходит долгожданная церемония награждения первого лауреата премии тысячелетия. Впрочем, стоя на сцене с призом в руках, Лэндон Клей лишь констатирует, что одной загадкой в математике стало меньше. Все в этом зале знают Перейльман не приедет, приз не возьмет, денег не примет. Перейльман вообще народный герой. Замечательно. Народный герой. Люди говорят о чем-то, а вот все-таки есть такой человек. И не купили. Никак. Взял и не купил себе. Эта история началась почти 20 лет назад. Сегодня Перейльману за 40. У него совсем другая жизнь. Никто не знает, чем он живет и на что живет. Сторонними наблюдателями его жизни стали даже те, кто когда-то сыграл в ней огромную роль. Они знают, что Гришу не переделать. Больше всех Гриша, безусловно, объединил собственную маму. Любовь Львовна пожилая женщина и она это заслужила, вырастив замечательных детей и в не самые легкие годы в жизни нашего общества. Перейльману сейчас очень тяжело. Перейльману сейчас безумно тяжело и в этих условиях он живет последние несколько лет. Я вообще удивляюсь, не живет ли он вообще постоянно на грани нервного срыва. Он замечательный математик, никого не учит, ни с кем не взаимодействует. То есть это пропадает, вот талант в неком смысле часть его впустую. На него была потрачена огромная энергия, он не с нуля возник, его люди учили, и он с ними взаимодействовал. А сейчас он ушел и не отдает, но что он получил, от них хорошо. Это неэтичное поведение. Он выбрал свободу для себя, разрушив тем самым жизнь близких, дружбу, карьеру. Что оставил в своей жизни неизменным? Только музыку. Последние разговоры у меня были с ним исключительно о Мариинском театре, классической музыке и прочих вещах, которые Гришу интересуют. Миллиона Перельмана больше нет, он аннулирован. А ему наплевать. Миллиона ты был или руд мелочью? Не в миллионе дело. Он живет в мире, где загадки Вселенной разгадывают не ради денег, но и обиды выше миллиона. И взять эти деньги значило предать свои принципы. Непонятно. Пусть. Он решил задачу, которую понимают несколько человек на планете. Смешно думать, что его волнует наше мнение. Сегодня о математике Григория Перельмане говорят в прошедшем времени. Когда он был в геометрии, вот именно в геометрии, он был самым сильным геометром в мире, когда он функционировал. Он был на порядок, сильнее всех остальных геометров. Но что скажет его имя будущим поколениям? Когда он был самым сильным в своем поколении, а стал, как сказать, великим математиком 20 века. Так что он пришел в другую категорию. Редактор субтитров А.Семкин